Виклинг, сокровища, поиски золота, бриллиантов, лучшее видео, только у нас на канале, провокации, сенсации, смотрите, ставьте лайки, мы получили неимоверную премию, охотники за сокровищами, наш канал Виклинг, это огонь, мы огонь, мы пламя, которое пожирает своих конкурентов на своем пути, смотрите нас, и вы получите неимоверные крутые впечатления, эмоции, сокровища, золота и бриллианты. Виклинг, это золото, золото, золото. Огромный казанок сейчас Геннадий выкапывает, кстати, я это место мне предложил, как вариант гороскопа, потому что чувствовал, что здесь будет золото. Аккуратно, он огромный, а это не колокол случайно? Не знаю. Так это колокол, слышишь, а? Это не колокол случайно? Не знаю. Ну вот, видишь, куда идет? Вот заканчивается. Слышишь, капец, огромнейший. Это чугун какой-то, ну чугунок. Чугунок, да? Наконец-то, сегодня я стану богатым. Я сказал, мне все ждать в 70%. Ну я тоже так считаю, думаю, что если даже 70, ну я не знаю, будет, кажется, не торговаться. Маловато, конечно. Ну, я думаю, что по-честному, сколько в мою миску влезет, столько я унесу. Слышишь, ну реально... Так это не знаю, что это чугунки такие бывают? Не знаю, это старинный вообще. Я такое в первый раз, если честно, вижу. Это старинный. Я реально такого монстра, гиганта вижу в первый раз, если честно, вообще говорить. Я думаю, он маленький. Я начале, потому что это уже этот... Что это лежит колокол. Думаю, наконец-то мы нашли колокол. Это может не хуже колокола. Смотри. Не, ну... Ну то, что мы сорвем куш, это однозначно я уже вижу. Самое главное, его не разбей. То, что я сегодня сорву куш, однозначно. Вы посмотрите, как Геннадий играет, играет, через копает, и меня не подпускает раскоп. Потому что он сказал, что моя миска слишком большая. Господи, наполните. Геннадий, как устанешь, скажешь, я подменю тебя. Не, ну чему ночью, конечно, отличненький вообще. Не, ну это именно находка. И при том он закопанный. Я таких чугунков никогда, если честно, не видел. Вот это как раз говорит о том, что это ультарь церковная. А там вот выше, может, и то, что он... Понимаешь? Ну да. На правильном пути. Мы на правильном пути, только Геннадий повел меня в кусты. Я очень долго копал пробки. Он хотел, чтобы я встал. А теперь он потихонечку выкапывает. Ладно, буду... Мы получили неимоверную премию охотники за сокровищами. Наш канал Виклинг, это огонь. Мы огонь, мы пламя, которое пожирает своих конкурентов на своем пути. Смотрите нас, и вы получите неимоверные крутые впечатления, эмоции. Сокровища, золото и бриллианты. Виклинг, это золото! 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 Вот такие вот находки в этом доте. Много интересных, классных немецких находок. Такой немножечко покусанный комарами, мокренький. Ну, конечно, сегодняшний топ, это вот такая классная немецкая находка. Это серебряная ложка, она с двумя клеймами. Здесь женская голова, еще какое-то стоит клеймо. Ну, я понимаю, что это я сейчас не буду приближать. Комары закусывают, это будет и не видно. Так, на всякий случай, конечно, постараюсь показать. Потом, когда будем делать обзор за месяц наших топовых находок, конечно, мы это вам покажем. Что еще интересно? Нашли вот такие вот гильзы. И одна, даже не стрелянная, вот целая капсуль. Это стрелянная так, что у нее капсуль прям вылетел. Потом вот такая вот немецкая зубная паста, которая в фрагмент тюбика, он даже откручивается. Я когда нашел, выкопал, сразу вот так открутил. Очень интересно, сейчас покажу. Вот я откручиваю, вот открутил. Сейчас буду закручивать. Пока-нибудь положим, что там у меня просто сидят. Потом очень интересно, вот такая вот... Вот такая... заедают немножечко комарики. Такая дверная защелка, очень интересная. Это в лудку, получается, прикручивалось, а это в дверь. И вот так вот она закрывалась на такой крючочек. Оно все рабочее. Если его взять, почистить, то все будет отлично видно. И из-за того, что комары загрызают, буду очень быстро заканчивать. Вот такая бронепластина. В ней есть отверстие, три по углам, в центре, вот тут в углу. Потом будем чистить вот такая вот, она толстая. Внутри дот ей обшивался, чтобы когда было попадание снаружи в дот, чтобы осколками бетона солдат не посекло и не поубивало. Классная тоже находка защитная. Такая тоже заглушечка чего-то тоже интересная. В общем, одним словом, огромное количество всевозможных артефактов. Сейчас покажу вот так немножечко ракурс вот отсюда. Вот так вот там и работали, там и копали. Вокруг него работали. В общем, что я могу сказать? Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Для нас это очень важно, потому что от вас зависит, как мы работаем, сколько мы делаем видео, и насколько мы его качественно снимаем. Все, всем пока, давайте. Всем пока и удачи. Сейчас работаем на бывшей переправе, которая была здесь в 41-м, в 43-м. В 43-м мы ее взорвали. Сейчас нашли вот такую очень крутую... Аккуратно, ручка оторвалась, да? Это ручка, да, я покажу. Вот так здесь была ручка. Давай, давай, я вставлю, ты сниму. Вот такую нашли крутую. Противотанковую мину. Она просто ржава не удерживает этот вес уже. Да, она частично, похоже, сдетонировала. Мы сейчас все лишнее, что у нее есть, уберем, чтобы забрать для обзора ее домой. И это будет очень интересно. Работали, если честно, здесь очень долго, много часов подряд, чтобы был вот такой интересный артефакт. Реально просим вас, ставьте на нашем канале лайки за наше просмотренное видео, потому что такое увидеть... Ну, вы реально такое нигде просто не увидите. Как мы работаем. Мы все показываем, ничего не скрываем. Такие будни, реально будни приключенческие. Они у нас такие вот, скажем так, непростые. Здесь эта переправа была заминирована и взорвана в 43-м, когда советские войска освобождали Киев. И получается вот такой вот один артефакт остался. Мы его, конечно же, сейчас... Ну, все сделали для того, чтобы он стал безопасен, чтобы его можно было передать в музей, чтобы он лежал у нас на столе наших обзоров. Мы теперь начинаем ежемесячную рубрику «Наши самые классные, крутые артефакты находки за месяц». Я думаю, что в нашем обзоре эта находка займет одно из первых мест, потому что это очень редкая находка. Такие находки находишься не каждый день. Вот сейчас мы ее делаем все для того, чтобы ее можно было транспортировать и потом вам в спокойном режиме показывать. Сейчас вот так она промывается. Сейчас покажу ручку от нее. Промою вот так. Вот так вот, за такую ручку она носилась вот так вот. Просто из-за того, что все проржавело, получается, ручка выскочила. В общем, довольно-таки интересный артефакт. Сейчас мы уже заканчиваем, чтобы его забрать. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки за просмотр видео. Подписывайтесь на канал, на виклинга. И будете смотреть вот такие классные истории про приключения, поиски и, конечно же, интересные артефакты и находки. Всем пока. До новых встреч. Ждем вас на нашем канале. Всем привет. Золото! 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 Канал виклинг. Наверное, ты зашел впервые на наш канал. Это неимоверное супер приключение. Поиски сокровищ. Заброшки. Огромные болота и реки, где мы на лодках с магнитом достаем неимоверные крутейшие артефакты. Ни в коем случае не переключайся. Сегодня ты увидишь то, что стало реальной сенсацией Ютуба. Когда мы пришли с этим золотом в музей, нам не поверили. 12 килограмм чистейшего золота, которого фашистский генерал Оборотень пытался спрятать и вывезти в Германию. Нет! Сказали мы. Все артефакты, все находки, которые мы делаем по фашистской генеральской карте, которую мы обнаружили на огромном бронзовом листе. Не видел, не знаешь? Зайди, посмотри. Сегодня ты увидишь реальную сенсацию. Супер раскопки, которые мы просто сделали по этой карте. Этот слиток, он тяжеленный. Многие говорят, как ты его держишь? Наверное, тебе не хватило бы силенок. Да, ребята, силы есть, когда забираешь у фашистского генерала Оборотня такое золото, передаешь в музей, ты понимаешь, что жизнь удалась, что мы прямо вперед. Да смотри до конца, в конце ты увидишь рекламу наших лучших видео. Есть колокольчик, есть подписка, есть супер крутые видео, и самое главное, все самые классные, успешные люди ставим лайки, не в дахе, дизлайки, прямо вперед. Всем привет. Телевизионный канал Виклинг желает вам процветания и благополучия и богатства. Мы начинаем очередную серию поиска сокровищ фашистского генерала Вермахта. Как всегда, наша классная крутая подкова на счастье для вас и для нас. Мы его так целуем. И давайте, ставьте нам лайки, потому что это нас очень классно мотивирует. Сейчас мы идем в этот лухой лес. Очень долго искали по спутнику, по картам, по нашим старинным. В общем, должно быть очень классно и интересно. Подписывайтесь, ставьте нам лайки. Давайте, го, пока. Пока. Включил. Субтитры создавал DimaTorzok Андрей Александрович, ну что там? Ух ты, круто. Это немец, кстати. Класс. И притом целый. А вот это находочка со старта. Гань, смотри, первая находочка. Смотри. Не успели зайти в лес. 21,86, 26, 35 год. Вот стоит. Круть. Сейчас покажу вот так. Кстати, так редко вообще встречаются целые. Смотри, видишь? Да. Очень круто. Так, отлично. Продолжаем дальше. Все-таки правильно мы идем по нашей карте. Немецкий генерал здесь бы стояла в его палатках за этим бугром. Долго искали это место. Сейчас будем дальше смотреть, что там будет. Здесь будет много интересных находок. Давайте, ставьте лайки, подписывайтесь. сейчас работаем по карте, которую мы обнаружили фашистского генерала. Очень интересная находка получилась, сенсационная. Значит, мы разобрались, там показаны определенные места, где что-то было спрятано. Но, к сожалению, из-за того, что карта состоит из ряда частей, мы работаем по одному фрагменту, конечно, тяжеловато. Ну, вот мы считаем, что вы нашли примерное место, которое указано под тем координатом по картам немецким Третьего Ореха. Поэтому мы будем заниматься сейчас, искать артефакты, которые на этой карте указаны. И, конечно же, как будто на находке будут сигналы, мы будем включаться, чтобы вам было интересно. Просто так время ваше не будем отнимать. Ставьте на маке, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал Виклинг. Это очень классно нас мотивирует. Мы вам гарантированно обещаем, что будем снимать продолжение. Будет очень интересно. Давайте вместе за приключениями. Викинг. Сейчас покажи. Вид, да? Да. Получается, вот корни подняло, лежат две гиды под корнями. Ага, подниму, покажу. Немецкие. Стоит вот, сейчас скажу. 38-й. 1938-й. 1938. Идем дальше. Давай. Давай. Это есть какое-то... Это есть какое-то... ободок бронзовый от снаряда так он выглядит здесь сзади прям видно его зубцы есть на и Ну нету рыбачьей. Показывает монету, сейчас посмотрим, что у нас тут. Показывает монету. От снаряда бронзовый ободок, а по проводимости показывает 2026 как монета. Показывает монету. Показывает монету. Прибор работает на цветные металлы. Продолжаем дальше. Посмотри, как песок выпадает, сейчас встану как-то под углом, солнце падает. Посмотри на песок, я сейчас его очищаю, под прессованием этой корни самое неприятное, что может только быть, если честно. Что-то есть, глубинный сигнал идет, будем копать, сейчас поставим сюда прибор, в лопату звенит. Просто что-то интересное, почему, потому что я вижу сразу по песку, песок такой плотный идет, не копанный, то есть копалось не сегодня, скажем так, не мусорник. В яме сигналы, только один сигнал уже выкопали. Это гильзы, гильзы. Уже сегодня накопали их на 200. Ямку уже хорошую выкопали. Все гильзы вам не показывают, вам такое неинтересно. Такое глубинное, конечно, интересно показать. Глубинный сигнал, это всегда интересно. Глубинный сигнал «Корень». В углу, где идет сигнал, получается, мешает корень. Сейчас будем его доставать в топор, вырубывать. Такой топорик у нас. Типу нужно поменьшать выход. Так, убрал корень. Сейчас топор далеко не убираю. Брось. 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 Сюда. Сюда. Вот так вот. Надо уже и дальше. Фух. Честно, такой же редкий. Конечно, тяжеловато. Может быть, мина. Не, ну, я тебе скажу так, сейчас мы это узнаем уже. Скоро выкопаем. Скоро выкопаем. Скоро выкопаем. Сюда просто подбой нужно сделать, понял? Сейчас сюда буду залазить. Много корней. Что-то тут есть. Смотри. Что это? Какая-то куколка. Видишь, какого-то жучка. Сейчас. Ты близко не прихватишь. Мы уже включились. Продолжаем копать. Жарковато, если честно. Что ты ударил? Сколько уже можно рыть? Есть! 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 Золото! Какие-то золото! Золото! Капец! Сейчас буду расчищать. Подожди. Сейчас. Капец. Класс! Класс! Золото! Сейчас. Сейчас буду тоже свой телефон доставать. Подожди. Давай-давай. Есть! Наконец-то! Фу, сегодня немерно портануло. Просто. Фух. Класс! Просто. Просто хай-тек. Сейчас будем доставать золотишко. Сейчас включаю вторую камеру. Сходил, сейчас сделал такую классную лопаточку. Буду ей расчищать. Поставлю сверху камеру. Сейчас. На. Давай. Тихонько защищаем. Он самый большой. Такой колоссальный слиток золота. На килограмм 12-15. Мы вытащили сейчас. Очень долго копали. Там еще есть другие артефакты, другие слитки. Но мы даже не знаем, будем ли это вам, если честно, показывать. Потому что, ну, вы должны понимать, что такое не каждый согласится показывать. Мы, конечно, любим показывать свои крутые артефакты. Очень нуждаемся в ваших лайках. Виклинах. Наш канал называется. Пожалуйста, подписывайтесь. Ставьте лайки. Это нас очень классно мотивирует. Мы работаем. Сейчас 40 градусная жара. Тяжело это копать, если честно. Этот лес перекопали очень плотно. С раннего утра и сработаем. По классной нашей карте, которую мы выкопали. Фрагмент карт у нас есть. Смотрите предыдущую серию. Карта фашистского генерала. На ней показаны десятки мест с классными артефактами. Ну, если честно, мы сегодня в восторге кричали на весле. Ура! Золото! Сейчас уже говорим тихонечко. Ура! Золото! Ставьте лайки. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Есть. Есть находка. Отличненькая. Сейчас достаю. Так вот. Вот находка очередная. Что это сейчас подсвечет? Будем потом разбираться дома. Так, значит, здесь у нас тоже разреваем. Отличненькая. 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 Ага, вот еще находка есть. Еще находочка здесь прямо на полу получается лежит. Повторяю, что здесь интересно. Что вообще она. Конструкция как была, так практически осталась. Пол сразу. Ничего не засыпан. Так, вот так сейчас подсветку сделаю. Пробиты похожи какими-то осколками. Так, тоже сюда. Убираем. Убираем. Как это могло получается здесь. Ага, вот как раз вот был эпицентр взрыва получается. Наверное здесь. Сейчас вот еще на полу. Ага, еще есть находка. Прямо на полу лежит тоже. Вот она. Сейчас. А ну-ка давай посмотрим. Вот с людьми. Здесь. 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 Это элемент вот этой получается пластины, что я показывал. Бронепластины, которые оторвало. Понял? Угу. Тяжеленькая. А ну-ка, можно посмотрим. Да, вот это как раз этот элемент бронепластины, которыми был обшит. Это вот эта конструкция, чтобы... Зачем обшивалась? Для того, чтобы когда было попадание с наружной стороны, чтобы внутри бойцов не посекло именно бетонными осколками. Именно бетонными осколками, чтобы бетон отрывается. Так. 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 Давайте посмотрим, что у нас здесь. Получается вот маленький. А, смотри. Есть что-то, смотри. Ага. Что-то заблестело. Так, сейчас. Та ложка сейчас. Угу. Отличненько. Вот это. Сейчас подсветку сделаю вот так. Лопаты край зацепил. Смотри. Можно поблизи? Окись прям, смотри, видишь? А ну-ка. Вот прям видно. Да. Настроить. Угу. Какая вот подпись? О, окись, окись. А, окись. Сейчас посмотрим, клейма есть или нету. Тут вот смотри, рисунок такой идет интересный. Смотрю. Навожу резкость. Посмотрим. Ты знаешь, это похоже серебро. Ага. Тут клейма стоят. Сделаю подсветку. Не знаю. Будет видно, не будет. Но тоже, наверное, потом при обзоре. Сейчас я подсвечу, смотри, что тут. Ага. Вижу. Ты знаешь, там клеймо стоит, это, наверное, все-таки немец. Там женщина, женская голова. А можно я попробую? Вот тут посмотри. Вот здесь вот с этой стороны. Угу. Видишь? Ага. Секундочку, сейчас пытаюсь. Ты видел? Что-то воно будет, что ж такое. Ага. Конечно, уже поинтереснее стало вот это все. Одно железо. Это очень интересно для музеев. Другое дело, когда... Ну, немецкая ложка, реально. Да, это реально немецкая ложка. Это уже, ты знаешь... Это находочка. Это уже, ну, это уже сегодня у нас с тобой, если честно, день удался, если говорить откровенно. Такая находка очень редкая. Если честно. Ага. Поздравляю. Фу, спасибо большое. Так, отлично. Ложим пока мы сюда. Так, работаем дальше. Получается, видишь? Это пол получается. Вот смотри, ага, что еще опять смотри. Видишь, тут получается, наверное, сюда, ну, я не знаю, завалило здесь. Интересненько, смотри. Это тоже этот, видишь, от электрики похоже. Да. От Dota. Там, конечно, подзаедает. Сейчас так подсвечу. Тоже такая интересная находочка. Такой металл довольно-таки толстый. Это не банка консервная. Если кто-то может подумать, что мы тут банки снимаем. Нет. Это вот реальные артефакты, которые мы здесь выкапываем. Поэтому просим никому не сомневаться, что это именно отсюда. Кто сомневается, пусть поедет сделать такое видео, кто-то находит такие находки. А вот уже с этой стороны наши находки. Ага. Так, отлично копаем дальше. Ага. Ага. Видно? Видно? Ну, видно лестницу? Да, да, отлично. Только не свались, все сохранилось. Вот, видишь, так, пошли. Аккуратно голове, я первый подожди. Видишь, высота? Вижу, вижу. Заходим. Это обосраться можно в таком. Заходишь? Да. Видно все? Да, все. Ну, нет, фонарик никакой. Вон, смотри, там, глянь. А видно нормально. Вон, покажи, видишь, ручка от этого перископа? Видишь, сохранилась? Да, да. Эй, покажи паутину. Сейчас будем искать икону. Так, сейчас будем смотреть. Под ноги аккуратно смотри. То есть, тут видео никакое. Сейчас с таким фонарем можно нажать. Классное видео. Да. Ты что прикалываешься вообще? Покажи. Здесь все темное. А вот, покажи, от пулеметных. Видишь, этих стояли, которые. Ага. Видно, видишь? Да. Классно. Ага. Покажи потолок. Глянь, какой потолок крутой вообще. А подсвети. А вот так я свечу. Видишь, видно? Да, вот так вот видно. Видно, да? Да. Когда светишь, видно, конечно. Смотри, видишь, специальная эта плетка, чтобы когда с другой стороны был взрыв, чтобы не посекло осколками. Специальная сетка идет. Так, тоже головой аккуратно надарься. Угу. Посмотри, покажи какие навесы остались. Подсвети. А двери реально видишь какие, посмотри, колоссальные. Вот видишь, Леня? Очень крутые. И с той стороны тоже смотри. Видишь, оставалось. И трубы все оставалось. Видишь? отопление что вода все сохранилось вообще как будто бы здесь только вчера был бой ты знаешь ты знаешь что там дальше пойдем там посмотрим еще тоже смотри какие надписи оставались видишь много надписи разных знаешь там что лежит что блестит сейчас нож я посмотрю что же здесь оставались от лудок все пооставалось вот там смотри за паутиной видишь потом за паутиной что-то есть вот это находка слышишь николай чудотворец поэтому поэтому на целое остался вообще глянь идеально вообще идеальный сохран если честно так подсветим просто класс сейчас класс вообще просто класс класс на полночка ты знаешь что самое интересное получается на похоже там висела понял вот так вот так она висела здесь в этом проеме потому то просто потом она просто упала да и осталось а кстати посмотри с надписи по сохраняюсь вот посмотри сейчас подсвечу так видно да тут видишь да да приближение да видно вот сейчас так свечу есть да и вот с другой стороны тоже смотри вот очень старинная видишь надписи то я вижу будет смотри надпись николай вот святой с святой николай здесь чудотворец вот видно видишь да вот посмотри что еще интересно еще поизучаем очень интересно вот посмотри отсек остался полностью видишь вот пулемет да просто вот как как стреляли отсюда туда вот вот так на менюшку отойди там будет видно вот видишь немножко ниже вот видишь вот свет да свет вот такая бронеплита крутая именно стоит она здесь закрывалась открывалась да отлично но с богом пойдем потихонечку так как отлично выбираем такой крутой артефакт нам очень крутой реально и идем дальше заниматься исследованием и и и и